Счастье Счастье это состояние человека. Счастье находится у нас в голове и зависит от того, как мы хотим ощущать его, что мы хотим получить. Когда исследование проводили в 2004 году, выявили три типа людей, которые счастливы. Первый тип – они удовлетворяют свои подведности. Они мечтали о машинах, квартирах, получали это, зарабатывали достаточное количество денег, чтобы это получить. Второй тип людей – заботились о ближних, заботились о других людях, делали добро и они получали тоже свою дозу счастья. Ну а третий тип людей – они добивались чего-то в жизни, когда реализовывались, и они тоже счастливы. Поэтому для каждого счастье свое, каждый для себя определяет сам. Есть такое упражнение, которое мне очень нравится. Если вы хотите его провести у себя и посмотреть, насколько вы счастливы, вы можете его провести. можете взять листочек бумаги, ручку и записать, за что вы благодарны. Например, что у нас нет войны, что у вас есть дедушка или бабушка, или есть родители, что у вас есть братья, может быть. За что вы еще можете быть счастливы? За то, что у вас есть друзья. То есть вы можете это все писать и записывать, за что вы благодарны. А вторая часть упражнения – это почему вы счастливы из того, о чем другие не знают. Например, я сегодня шла сюда к банку и наблюдала, как идет снег. Снег так красиво шел, меня никто не видел. Может быть, окружающие люди просто проходили мимо и даже не замечали меня. Но я шла, и я сама заметила, что шел снег, и это было очень красиво. И я была счастлива в этот момент, да, я ощутила счастье. Может быть, вы сегодня хорошо припарковали машину. Может быть, собака, которую вы вначале как бы испугались, она пробежала мимо и не обратила внимания на вас, и вы оказались счастливы. Либо, может быть, вы увидели птичку, которая вам понравилась. Не знаю, или вас разбудил приятный голос вашего родного человека. Ко мне подбегает, например, моя внучка, целует меня, обнимает. И я в этот момент чувствую себя счастливой. Счастье для каждого свое. И если вы хотите выполнить второе упражнение и притянуть еще больше счастья, расположитесь где-нибудь у дома. И желательно, чтобы вы были один. Расположитесь, расслабьтесь, закройте глаза и подумайте. Представьте, что вы магнит. Магнит несчастья. И притяните к себе все, о чем вы мечтаете, что вы хотите. И притянув так, как вы магнит, вы это еще закрепите. Почему? Потому что магнит его не только притягивает, у него и все равно все остается. Поэтому все, что вы хотите, к вам тоже притянется. Дополняйте и наздайте упражнения с дни с вашими друзьями. Подумайте еще, что делает вас счастливым. Может быть физические упражнения. Может быть общение. Может быть путешествие. Может быть просто посидеть с подругой и пить чай. Это тоже счастье. Притягивайте в свое окружение счастливых людей. Улыбайтесь чаще. Смеитесь, радуйтесь. И вот, для меня этот позитив и есть счастье. Но, конечно, все время в позитиве может быть и невозможно в жизни находиться. Может быть мы можем заболеть. Мы можем расстроиться. Случится какое-то событие, которое нас расстроит. Способность восстанавливаться быстро – это тоже может быть даже качество счастливого человека.